Всем приветики! Сегодня у нас рубрика Муджи. И сегодня мы приготовим кое-что интересное. То, что я обещала вам в прошлый выпуск. Долго я готовилась к этому видео. Пропустила русский Новый год. Пропустила, вернее, сначала Рождество католическое, потом Новый год. И уже Русское Рождество. И подбираемся мы к Старому Новому году. Вот это. Вот это самое, что я хотела приготовить. Это пряничный домик. Пряничный домик, который мы будем делать с нуля. Возможно, вы знаете, есть наборы, когда уже готовые печеньки. Их остается только слепить между собой. Но здесь, здесь мука. Здесь все надо делать с нуля. На упаковке написано, что это делается 180 минут, то есть 3 часа. С подготовкой, со всеми делами. Но, посмотрев блогеров японских, кто уже готовил эти самые домики, они указывают, что реальное время, которое было затрачено, ну, я думаю, что и со съемкой, это около 6 часов без монтажа. Поэтому я так долго решалась на этот выпуск. Итак, начнем. Что мы имеем? Вот упаковка. Достаточно большая. Здесь, как всегда, я говорила, у Муджи, они указывают, что сюда входит мука, молоко и желатин. То есть те продукты, которые, возможно, у кого-то могут вызвать какие-то аллергические реакции. Чтобы эти люди исключали уже покупку всего продукта. Здесь указывается конкретно, что мука какая. Все, что в наборе у нас есть. И главное, что у нас есть инструкция и вырезки для деталей. Короче, сейчас займемся кройкой и шитьем. Открываем. Пакет муки. Это пакет с сахарной пудрой. Это Дед Мороз для украшения. И здесь у нас пудра какао. Это пока не знаю. Так, а вот. Зеленый чай, по-моему. Да, зеленый чай. Инструкция и вырезки деталей. Для этого домика и не только. Так, на первой странице у нас как замешать все ингредиенты, указанные по граммам. Также нам дополнительно что-то советуют. Не советуют, а прям надо очень взять. Это молоко. Потом. Так, сейчас скажу. Так, сахар это есть. Это молоко надо. Потом вода. Лимонный сок. По-моему, еще масло. А, да, вот масло вижу. И яйцо. И здесь как поочередность. Как собрать этот домик. И здесь как по-моему, еще масло. И так, посмотрите, насколько маленькие детали здесь. Сколько их много. И некоторые детали надо вырезать в нескольких экземплярах. Ну что ж, сейчас уже можно заниматься тестом. Так, я теперь уже переместилась на кухню. Если честно, мне абсолютно не хочется этим заниматься. Потому что выпечка вообще не любимое мое занятие. Я, в принципе, выпечку редко ем и покупаю. Это не значит, что я совсем не ем. Ем. Но готовить самостоятельно выпечку нет. Максимум какие-то кексы. Вот. Залим, запек и готово. Пару раз в жизни делала и все. И вот такой сложно сочиненный домик буду делать в первый раз. Зачем я все это говорю? Все равно мне это делать. Ну, начнем. Нам понадобится 140 грамм сахар-песок и 60 грамм сливочного масла, которое я сейчас растоплю в микроволновке. Сначала добавляем растопленное масло. Также мы добавляем 140 грамм сахар-песок и смешиваем. Затем добавляем муку и 100 миллилитров молока. Все тщательно перемешиваем. Затем от получившегося у нас вот куска мы отрезаем примерно четверть. Это у нас будет для какао. Мы это смешаем с какао. И еще примерно 50 грамм нам надо для зеленого чая. Вот у нас получилось 3 части. Дальше мы добавляем в маленький кусочек зеленый чай, пудру. И столовую ложку, чуть меньше молока, чтобы растворить. И то же самое делаем с шоколадным, с какао. Замешиваем. Какая грязная история. И нелегкая, кстати говоря. Приступаем к зеленому кусочку. В итоге у нас получилось вот три таких вот колобка. Белый, шоколадный и зеленый. Из них сейчас мы раскатаем лепешки определенного диаметра. Для начала мы выстеливаем, это называется пленка пищевая. Большой круг у нас должен быть 21 сантиметр. Ребята, я ошиблась. Надо сделать два лица таких. Поэтому, один уберем. Второй я опять скатаю в круг. Я думаю, толщина 4 миллиметра. Диаметр 21. Получается намного больше. Не дочитала, что надо два. Диаметр 21. И так, тесто мы раскатали. Убрали в холодильник на 15 минут. Мы продолжаем. Тесто наше охладилось. Прошло больше даже, чем 15 минут. Где-то около 20. И начинаем вырезать детали. Это самое, мне кажется, сложное. Потому что оно кропотливое занятие. Очень много мелких деталей. И начинаем с белых частей. И так, тесто наше охладилось. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие детали у нас получились, это первая партия. Сейчас я нагрею духовку до 170 градусов и буду выпекать в зависимости от размера от 12 до 25 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я и закончила наконец-то, больше часа я вырезала эти детали и осталось их только, наверное, спечь и спечь и вернусь я к вам позже. Итак, мы продолжаем. Я успела прерваться на ужин и сейчас нам надо сделать белковый такой крем, который будет скреплять весь домик. Для этого нам надо сначала взболтать белок. Как только образовалась такая небольшая пена, нам надо вот эту пену взять. Полустоловой ложки в другую миску. Так, надо отсыпать немножко. Примерно ложку отдельно. Это на случай, если у нас будет жидкий немного крем. Мы будем балансировать, добавляя либо одно, либо второе. И так взбиваем. Сейчас мы будем перекладывать в пакет. Итак, я все испекла, приготовила закрепительный укрепляющий крем. И нам осталось собрать этот домик. Я уже устала с этим домиком. Я уже устала с этим домиком. Я уже устала с этим домиком. Ну что ж, давайте сделаем какой-то подыток. Я уже очень устала, потому что действительно у меня это заняло достаточно много времени. Начала я около шести, сейчас полвторого. Но у меня было полтора часа перерыва. Больше может быть на ужин. Плюс какие у меня были сложности, расскажу с этим домиком. Так как это первая моя выпечка, такая вот многоступенчатая, да, именно сложная. То, конечно, мне было очень трудно всем вот этим детально заниматься. Плюс все, что зеленое, оно очень при выпекании горит. Это самые мелкие детали, это елочки, венок и какие-то там были палочки для украшения окон. Вот, они быстрее всего горят. И сложность состоит в том, чтобы, ну ладно, во-первых, вырезать зеленое тесто. Оно самое вредное, вот, а как при выпекании мелкие детали горят, особенно зеленые. И их надо было быстрее доставать. И у меня вот елочки немножечко подгорели. Это надо учитывать. Так, еще что, домик, именно сами стенки получились у меня немного кривоватые. Тесто оставалось. И, кстати говоря, у меня почему еще много времени ушло. Первые елки я спалила прилично, пришлось старые делать. И забыла сделать одну из стенок, боковых, по-моему. Одну сделала, вторую не сделала. Пришлось допекать. Что еще? Вот много уходит на вот эту вот вырезку детальных вот этих вот штучек, палочек различных. А так, в общем-то, нормально. Можно ради эксперимента. Я думаю, что это будет весело с детьми. Но не весь процесс, а часть, именно сборка, возможно. Но с детьми такие, постарше которые. В общем, вот такой у меня получился домик из набора Муджи. Как вам? Оценивайте. Пишите свои комментарии к этому произведению искусства. Дед Мороз. Видите, какой Дедушка Морозик. Он сахарный. И он вот такой и шел в комплекте. Готовый. Также остается много достаточно теста. Я думаю, что можно еще что-то приготовить. Какие-то другие печеньки. В общем-то, все. Вот я еще дополнительно такую вот сеточку сделала. Просто так, печенька. Ну что, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если не трудно, делайте репосты этого видео. И вообще других видео моих тоже. В ваших соцсетях. Все. Всем пока. Вот так он выглядит днем. И давайте съедим. Я же вам не рассказала, какой он по вкусу. Может быть, елку съем. Самую зажаристую. И неказистую. Давайте вот эту. Тут у меня еще кони стоили. Есть я сама его не планирую. Это на подарок. Кроме того, у меня есть еще одна штучка. Это подставка под елку. Которая совсем прям сгорела. И стенка домика, которую я неправильно вырезала. Он должен был быть вот так. А я ее вырезала наоборот. Поэтому здесь тоже надо быть внимательным. Я вам про вкус-то вчера не рассказала. А то все про домик. Про как тяжело его было лепить мне. Печь, печь и лепить. Вот у меня деталька. Она толстая. И из белого теста. Пахнет. Знаете, бывает такой запах. Не неприятный. А именно чем-то печеным. Чем-то таким вот в детских садах. Когда пахнет. Или от маленьких деток. Таких вот. Там полтора-два года. Они каким-то пряным. Чем-то таким ванильным всегда пахнут. Вот это печенье пахнет вот таким вот детсадом. Какое-то сливочное, молочное, кашка. Вот с ванилькой. Вот с чем-то таким. Нормально. Я не любитель печенья. Но с кофем можно. Тем более собственного производства. Как я сказала, есть я его полностью не буду. Это на подарок. Почему у меня столько много часов-то ушло? Я не сказала. То, что я выпекала 4 раза. 4 раза я выпекала. А это ж надо каждый раз разогреть духовку. Потому что у меня духовка с микроволновкой. Такая машина. Она небольшая. Входит только один противень. Противень тоже он небольшой. Можно было бы выпечь по идее. Сначала все крупные детали. А потом все мелкие. То есть на меньшее время. Чтобы что-то не сгорело. Но все крупные детали у меня не помещались на противень за раз. И все равно пришлось 2 раза. И я решила сократить время. И за 2 раза. То есть крупные и мелкие ложить. Крупные и мелкие ложить. Но вот за счет этого у меня подгорели мелкие детали. Почему 4 раза-то в итоге? Так как у меня подгорели мелкие детали. И оставалось тесто. Я решила те же елочки. Те же подставки под елки. Лесенку. Не лесенку. А трап. Который в дом идет. Дорожка. Переделать. Я их переделала. Опять чуть-чуть подпалила. Но в тот момент, когда я стала переделывать. И я там допустим после уже. И стала собирать. Я поняла, что у меня стенки одной не хватает. Пришлось стенку еще одну лепить. А это же надо все время все вырезать заново. И так далее. Поэтому. То показалось, что у меня стенка одна. Она не в ту сторону вырезана. Поэтому. Надо быть немножко повнимательной. Хорошо, что на самих деталях. На вот этих вырезках. Есть указание, сколько этих штук нужно. Я вот пропустила одну. Что их две надо. То у меня там робот-пылесос. Долбится в дверь. В общем, белое печенье. Самое-самое обыкновенное. Но вкусное. Его есть можно. То есть, это не просто декоративный какой-то домик. Который вот испек и потом выкинуть. Нет. Так, шоколадное. О! Она твердая. Она прям такая. Но шоколадное мне даже нравится больше, чем белое. Давайте попробуем елочку. Мне кажется, она на камере выглядит чуть даже красивее, нежели она есть на самом деле. Сначала, наверное, я все-таки напортачила с вырезкой деталей. Потому что, ну, как так? Смотрите. У нее это ниже. Это выше, короче. Ну, в общем... О! Тоже твердая. Зеленый чай очень чувствуется. Вкусно. Кто любит зеленый чай вообще... А то у меня окна открыты. Да, январь, а у меня два окна, которые в пол на растопашку. Проветриваю. Уже несколько часов причем. Потому что вчера я жарила дома на ужин барбекю. Прям в квартире, да. Мне бывает такое редко, но... Кто любит зеленый чай, тому понравится. Твердое, конечно, печенье, но... В принципе, когда ты с чем-то, с чаем, с кофе, нормально. Ну, что? Такой домик, он ради картинки, ради самого, может быть, процесса. Я не знаю, кому-то, может быть, и нравятся такие процессы. Это явно не мое. Вот. Ради вкуса, ради еды столько делать телодвижений, конечно же, нет. Поэтому это, конечно, вот как занятие, самостоятельное приготовление такого красивого именно домика. То есть, процесс и финальная картинка, но не еда. Все. Это мой резюме. Резюмировала. Резюме. Это мой итог. Это мой вывод. Это мой итог. Резюме. 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 Продолжение следует...